История исполнительского искусства 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 Думаю, что все это шло от удивительных душевных качеств Этого человека Ни малейшего намека на эгоизм И масса бескорыстия Какая-то беспредельная любовь к людям в обычных человеческих отношениях. И это качество в нем преобладало над всеми остальными. С ним было так удобно и приятно играть. И чем свободнее он играл, тем было легче ему аккомпанировать. Была необычайная логика свободы, свойственная, по-видимому, только гигантским артистам, каким был Оистрах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 мать. Стоя в оркестровой яме рядом со старым маэстро Прибиком, он как завороженный слушал музыку. Воспоминания детства были дороги Давиду Федоровичу, и он не раз обращался к ним. Сколько бы я не перебирал в своей памяти, не могу вспомнить себя в детстве без скрипки. Мне было три с половиной года, когда отец принес в дом игрушечную скрипочку, играя на которой я очень охотно воображал себя уличным музыкантом. Когда уже в пятилетнем возрасте я получил наконец в руки настоящую скрипку-восьмушку и начал учиться музыке, это занятие целиком поглотило меня. Первым и единственным учителем музыки стал для острыха профессор Столярский. Живая легенда Одессы, воспитатель многих талантливых скрипачей, человек, пользовавшийся уважением и безграничной любовью всего города. Петра Соломоновича Столярского я узнал раньше, чем взял в руки скрипку. У меня такое ощущение, что он с нетерпением ждал, когда же мне исполнится пять лет, чтобы начать делать из меня скрипача. В условиях царской России с ее социальным и национальным гнетом, педагогическая работа Столярского имела большое просветительское значение. Одаренность интересовала Столярского куда больше, чем национальное или сословное происхождение ученика. Он охотно занимался с теми ребятишками, которые не способны были платить за учения. Его воспитанники давали много бесплатных концертов. Острах вспоминал, что еще 1 мая 1917 года учащиеся школы Столярского, возглавляемые Петром Соломоновичем, прошли по улицам Одессы, исполняя выученную к этому дню Марсельезу. С первых дней установления советской власти в Одессе Столярске включаются в самую активную педагогическую и общественную деятельность. Острах дебютировал на ученическом концерте в 1914 году. В 1923 уже студентом консерватории выступил впервые с оркестром, сыграв концерт баха ля минор. Через год представил одесситам первую сольную программу. А в 1925 году вместе со студенческим оркестром играл концерт Чайковского в первом гастрольном турне по городам Украины. С блеском закончив консерваторию, Острах сыграл на дипломном концерте первый концерт Прокофьева, который мало кому был известен. Да и сам Острах не слышал его ни в чьем исполнении. Риск? Безусловно. Но вместе с тем и наилучший способ самоутверждения молодого музыканта. Слушаешь Остраховскую запись первого концерта и видишь композитора, каким запечатлел его Кончаловский в лучах яркого весеннего солнца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любопытно, что первый концерт для скрипки любимое произведение и другого выдающегося интерпретатора Прокофьевской музыки Святослава Рихтера. Рихтер писал, что озаренность этой партитуры способствовала его пониманию всего творчества Прокофьева. Когда в 1946 году Сергей Сергеевич знакомил Остраха со своей первой скрипичной сонатой, он выразил желание услышать ее в исполнении Остраха и Рихтера. В мечте Прокофьева суждено было осуществиться лишь четверть века спустя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но вернемся в Одессу 20-х годов Имя Острыха становится здесь Все более известным Его приглашают в свои концерты Гастролирующие в городе Голованов и Нежданово Глиер и Гельцер Он много выступает сам Играет с оркестром и в разных ансамблях Памятными были выступления в Киеве и Одессе Со скрипичным концертом Глазунова Под управлением автора Долгие годы висела в московской квартире Острыха Фотографии композитора с исключительно теплой дарственной надписью Дирижер Николай Малько и Глазунов Были инициаторами приглашения Острыха дебютировать в Ленинграде Где дебютант вполне оправдал их доверие Прежде чем покинуть Одессу Скажем, что именно здесь Давид Федорович познакомился с пианисткой Тамарой Ротаревой Их тесная студенческая дружба Перешла в прочный супружеский союз Долгие годы оставалась Тамара Ивановна Верным спутником Очень нелегкой жизни гастролирующего артиста В конце 1928 года Острых переезжает из Одессы в Москву Здесь его никто не знал Столица жила бурной музыкальной жизнью У нее были свои кумиры В том числе и среди скрипачей Лев Цейтлин, Мирон Полякин Часто выступал Жозеф Сигетти Провинциалу все нужно было Завоевывать сначала и имя И авторитет Уже первый концерт Острыха в Москве В январе 1929 года Привлек к нему внимание музыкантов Каким был тогда Острых? Как звучала его скрипка? Игра Острыха не поражала Ни плакатной яркостью Ни эффектными контрастами Ни виртуозной быстротой Писал известный музыкальный деятель Павел Павлович Коган На всем исполнении Лежала печать естественной грации Тонкого вкуса И внутреннего обаяния Острых часто бывал в московской консерватории В классах Цейтлина, Мостраса, Емпольского Но участь у каждого из них Как и у каждого из скрипачей Чьи концерт он слушал Острых не стал учеником Ни одного из столичных профессоров Сохранив верность школе Столярского А школа эта заявляла о себе Новыми победами Так на первом всеукраинском конкурсе Скрипачей в 30-м году в Харькове Лауреатами стали Давид Острых, Лиза Гилльц и Михаил Фихтенгольц Когда-то до войны У нас широко в стране Бытовало понятие Вундеркинд В области музыки Очень увлекались Этими вундеркиндами Их хорошо знали Имена их знали Более того, знали их родителей Все, что связано с семьей Где они родились У кого учились И так далее и тому подобное Вот среди таких вундеркиндов Были чудные дети Чудные дети Но жизнь шла дальше И Вносила свои поправки И дети Эти вундеркинды Действительно Оставались и дальше Чудом Они были хорошими профессионалами Известными музыкантами Которые Внесли свой вклад В советскую музыку Но не более того Что же касается Давида Федоровича Войстерха То путь его От вундеркинства До подлинных высот Завоевания музыкального Эвереста Был Нескончаем Этот путь Укладывался Ровно В его жизнь Ответственным Испытанием Стал для Войстерха Второй всесоюзный Конкурс В 1935 году В Ленинграде В жюри рядом С Полякиным и Столярским Сидели Арам Хачатурян И Дмитрий Шостакович Юный скрипач Буквально поразил Членов жюри Слушателей и меня В том числе мастерством Вспоминал Шостакович И каждый кто находился В зале Понял что присутствует При рождении Большого мастера Члены жюри Имели блокноты И записывали туда Свои впечатления Вспоминал Хачатурян Но когда Начал играть Ойстрах Я заметил что Многие закрыли блокноты И стали слушать Закрыл свой блокнот И я Первая премия Была единодушно Присуждена Ойстраху А пять лет спустя Когда Появится Посвященный ему Скрипичный концерт Хачатуряна Композитор признается У меня в ушах Пела скрипка Ойстраха Вспоминалось Изумительное Исполнение им Концерта Мендельсона Я был покоренным И это впечатление Сыграло важную роль При создании Моего концерта Моего концерта Моего концерта Моего концерта Моего концерта Моего концерта Ясно, что в свои детские, молодые годы, я говорю, я все играл дальше, чем сейчас. Наверное, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Во всяком случае, у меня нет вот такого представления, что я все перечеркнул в своей жизни, что я думал. Хотя иногда такой процесс, он проходит подсознательно. У молодого, так сказать, исполнителя больше какой-то непосредственности, свежести, он меньше думает. И, так сказать, играет все, как ему придется, так и играет. Я думаю, что очень главное у молодежи, что у молодого музыканта, ему всегда нравится то, что он делает. Поэтому это ему дает какой-то особый кураж. Когда становишься старше, ты начинаешь наоборот, потому что он относится критически. Это критично? И к самому себе тоже. Победа на всесоюзном конкурсе открыла перед Острахом широкие перспективы. Он был уже, по сути, всенародно признанным музыкантом. Часто выступал в концертах и по радио. Записал свои первые пластинки. Еще за год до конкурса, по приглашению директора Московской консерватории Гольденвейзера, Острах занимает место профессора. Крупнейшие концертные агентства Европы стремятся заполучить скрипача на гастроли. И все-таки путь к подлинной международной славе лежал еще через два испытания. КОНЕЦ КОНЕЦ 55 претендентов из 16 стран съехались в 1935 году в Варшаву на конкурс имени Генриха Винявского. Среди членов жюри кумир польской публики Бронислав Губерман от СССР Генрих Нейгаус. Острах выехал за рубеж впервые. И себя в сопоставлении с зарубежными скрипачами просто не представлял. Уже первый тур принес ему большой успех. После Чеконе Баха он сыграл легенду Винявского. КОНЕЦ КОНЕЦ Вторая премия, которой он был удостоен в Варшаве, рассматривалась им как блестящее достижение. Так оно и было на самом деле. Несколько записей, осуществленных Острахом тогда же в Польше, дают ни с чем не сравнимую возможность услышать, как он играл в то время. КОНЕЦ 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 После конкурса начались зарубежные гастроли у Острахы. Вместе с группой советских музыкантов он более месяца выступает в Турции. Здесь он впервые играет в ансамбле с Львом Абориным. Сколько еще великолепных концертов сыграют они вместе. Здесь сближается с Дмитрием Шостаковичем. Брюссель, 1937 год. КОНЕЦ КОНЕЦ Триумфальным стал для Остраха конкурс имени «Изаи». В борьбу за лауреатские титулы вступило 58 скрипачей из 19 стран. В советскую группу участников входили помимо Остраха Лиза Гилльц, Борис Гольдштейн, Марина Козалупова и Михаил Фихтенгольц. За столом жюри корифей из «Крипичного мира» Жак Тибо, Жозеф Сигетти, Абрам Емпольский, Карл Флеш. Атмосфера конкурса оживает в письмах Давида Остраха жене. 19 марта. В Брюсселе мы устроились сказочно. В очень живописном месте. Тишина и покой здесь полные. Отношения у всех нас очень хорошие. Настроение у меня предельно боевое. 20 марта. Сегодня была жеребьевка. Я 39-й. Туров будет три. Хоть бы скорее этот конкурс кончился. Мне не нужно тебе рассказывать, какая это трепка нервов. Я настроен драться свежски. 25-го начался второй тур. Из 58-ми игравших во второй тур попали только 21. То, что наши все попали, замечательно. Утром я себя так чувствовал, что думал отказаться от дальнейшего участия в конкурсе. Кстати, я был бы уже не первым. Многие не выдерживают этого сумасшедшего напряжения. Но я вышел на эстраду и почувствовал, что все эти глупости прошли, и что я буду играть в полную силу. Успех был колоссальный. Первое апреля. Позавчера я играл в третьем туре Чайковского с оркестром. Успех был большой. Я очень доволен тем, что играл все три тура в полную силу. Лучше я не могу, а все остальное от меня не зависит. Теперь бы только немножко счастья. Все газеты полны сообщений о фантастических результатах советской сказочной пятерки. Нужно знать, как здорово играют все остальные, чтобы понять, как значительен наш успех. Второе апреля. Ура! Получил первую премию. Если бы ты знала, что пережил вчера. Нас двенадцать участников финала выстроили на эстраде. До отказа переполненный зал замер. Судорожно сжимая руки, я ждал приговора. Когда секретарь конкурса УДРЕ произнес мою фамилию и раздался такой гром овации, равный которому я никогда не слышал, я почувствовал, что могу тут же упасть в обморок. Симфонический оркестр начал играть бельгийский гимн в честь победителя, и вся публика встала. Я почувствовал, что это кульминационный момент моей жизни. Да, это был триумф Давида Остраха. Триумф всей советской музыкальной культуры. Из шести первых премий пять завоевали наши участники конкурса. Бельгийская пресса была полна воздорожных откликов об уровне подготовки скрипачей из Москвы. О замечательном искусстве, сопровождавшего их выступлений пианиста Абрама Дьякова. О первоклассных итальянских скрипках, предоставленных конкурсантам бесплатно из государственной коллекции инструментов. Материалами о конкурсе были переполнены и советские газеты. Еще до возвращения с брюссельского конкурса концерты Остраха состоялись в Лондоне, Париже, Амстердаме и ряде других музыкальных центрах Европы. Встреча, которую Москва устроила победителям, напоминала торжества в честь возвращения героев-попальницев. Брюссель навсегда останется для Остраха одним из тех городов, куда он приезжал с особым удовольствием, где встречали его все, от рядовых слушателей до королевы Елизаветы, с особым теплом. Он принимал здесь участие в работе жюри конкурсов имени королевы Елизаветы, встречался с коллегами-скрипачами, музыцировал с ними, выступал вместе с Минухиным, Гремье. Среди множества встреч с музыкантами «Самый дорогой из тех лет была для Остраха встреча с фрицем Крейслером». Примерно в конце 20-х годов я впервые познакомился с громзаписями Крейслера. Эти записи многое открыли мне в скрипичном искусстве. В Брюсселе Крейслер разрешил советским участникам конкурса присутствовать на репетиции его концерта. Как потрясающе играет этот могучий старик. Если бы меня спросили, кто из европейских музыкантов производит наибольшее впечатление, то я, не задумываясь, назвал бы Крейслера. В 1955 году, несмотря на преклонный возраст, Крейслер придет в Карнеги-холл, чтобы стоя приветствовать дебют Остраха в Америке. А еще пять лет спустя Острах посетит старого мастера в его квартире. Через год Крейслера не стало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Все свои гастрольные маршруты Давид Федорович выстраивал с учетом интенсивнейшей концертной деятельности на родине. Вы видите кадры хроники 1938 года. Выступление в колхозном клубе Дима Торзок Дима Торзок КОНЕЦ КОНЕЦ Все теснее становятся во второй половине 30-х годов творческие связи Остраха с композиторами. Он не в состоянии был сыграть все, что писалось в расчете на его скрипку, но и того, что было исполнено им, хватило бы другому музыканту на несколько жизней. В 1939 году состоялась премьера, посвященного Остраху скрипичного концерта Мисковского. Год спустя премьера концерта Хачатуряна. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сам Давид Федорович когда-то сказал мне, что завоевать славу очень трудно, но гораздо труднее ее удержать. И вот с годами я действительно понимаю глубокий смысл этого высказывания, потому что всей своей деятельностью Давид Федорович именно добивался наивысшего совершенства, за что бы он ни брался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Много творческих планов было у Давида Федоровича в 1941 году. Но война разум сломала привычный уклад жизни, перечеркнула все планы, заставила по-новому осмыслить свое место как человека, художника, гражданина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА